Глисты у поросят Симптомы Глисты у свиней и поросят приводят к тому, что нарушаются обменные процессы в организме, возникают аллергические реакции и особи начинают терять массу. Некоторые виды гельминтозов передаются людям, а потому животноводам необходимо отслеживать состояние своих питомцев. В статье пойдет речь о различных инвазиях, о препаратах, способных вылечить животных, в частности, будет инструкция по применению альбина для поросят. Почему появляются глисты? Чаще всего паразиты попадают в организм животных через ротовую полость. Свинья просто заглатывает яйца гельминтов вместе с кормами, например, с зеленой массой на выпасе. Вода и еда, которая имела контакт с калом уже зараженного животного и есть главная причина возникновения инвазионного заболевания. Как у молодняка, так и у взрослых особей. Если возникает недостаточность минеральных компонентов в рационе четвероногих, хрюшка начинает поедать грунт, который может быть заражен личинками червей. На заметку, поросятам на подсосе данное заболевание передается через матерей, они могут слизывать с сосков яйца паразитов. Приобретая новое поголовье у незнакомого поставщика, ни один фермер не может быть уверен в том, что животные абсолютно здоровы, а потому все новоприбывшие особи должны пройти курс лечения с использованием антигельминтных препаратов. В отрасли свиноводства необходимо проявлять бдительность и внимание, чтобы своевременно выявить признаки появления паразитов и начать лечить поголовье. Глисты у поросят какие признаки и симптоматика указывают на наличие паразитов? Не стоит совершать ошибку, пытаясь обнаружить в отходах жизнедеятельность свиней глистов. В области кишечника обитают лишь некоторые разновидности червей, остальные выбирают такие органы, как печень, легкие, бронхи, мозг. В кале чаще всего обнаруживаются аскориды благодаря своему внушительному размеру. Они могут достигать длины 0,4 метра. А вот все остальные паразиты в своем большинстве остаются незамеченными человеком. Определить их наличие можно по измененному поведению животных и состоянию здоровья стада. Глисты у поросят Симптомы отказ от кормов Поросенок плохо набирает массу истощения, беспокойное поведение, плохой сон, могут тереться за домопол, появляется кашель. Некоторые глисты оказываются в носоглотке, раздражают ее и могут поражать дыхательную систему. Незначительное повышение температуры, появление одышки, нарушается работа нервной системы, в хрюкании, слышны хрипы, желудочные расстройства. Стоит знать, некоторые свиньи, пораженные гельминтами, выказывают апатию, а некоторые могут становиться агрессивными. Какого вида могут быть глисты? Все существующие виды глистов представляют серьезную опасность как для поросят, так и для взрослых животных. Оказываясь в организме, они выбирают в качестве пищи различные питательные вещества и витаминные комплексы. В свою очередь, они начинают выделять продукты жизнедеятельности, что приводит к отравлению организма животного и быстрой потери массы. Нематоды сюда относят круглых червей с полным циклом развития в теле хозяина. У свиней чаще всего обнаруживают аскорид, трихинелль, метастронгел. Паразитировать круглые черви могут не только в области кишечника, они поражают и другие органы, например, бронхи легкие. При этом симптоматика очень напоминает бронхопневмонию. Нематоды, что нужно знать об аскоридозе, аскориды чаще всего селятся в тонком кишечнике, но могут облюбовывать и желчные протоки. Свиньи изражаются паразитами через траву или воду. Через кровоток личинки оказываются в легких бронхах, гортани, ротовой полости. Делая глотательное движение, поросенок их проглатывает. Попав в кишечник, аскориды начинают расти. Стоит знать, самка паразита во взрослом состоянии может производить больше 200 тысяч яиц в день. Симптомы при аскоридозе наблюдаются следующие признаки. Заболевший поросенок зарывается в подстилочные материалы, особи скрижищут. Зубами может возникать судорога, сухой кашель сменяется влажным. У некоторых поросят возникает сыпь по всему туловищу, расстройство пищеварительной системы в виде запора или поноса. Трихиниолез трихиниолез нематода, вызывающая заболевание, является представительницей рода трихиниолез с полным циклом развития в теле хозяина. Животные заражаются при поледании мясных отходов, которые могут быть заражены личинками паразита. После попадания в желудок защитная оболочка распадается, выпуская личинку, которая начинает свой путь к 12-перстной кишке. Достаточно нескольких часов, чтобы она стала полноценным червем. Гибель половозрелых самцов трихиниолез наступает после оплодотворения, а самки проникает в слизистую оболочку области кишечника. Спустя 7 дней на свет появляются новые личинки, они по кровеносным и лимфатическим сосудам достигают мышц. Здесь происходит их рост и образование защитной капсулы. Важно знать, личинка в живом состоянии может находиться в мышечных тканях на протяжении более 24 лет. Симптомы повышения температуры Кожные высыпания, отеки, воспаление мышечных тканей, интоксикация организма. Скребни являются еще одним видом глистов. Область паразитирования Кишечник прикрепляется к стенкам с помощью крючев. Заражаются поросята яйцами гельминтов, которые находятся в промежуточных хозяевах насекомых. После попадания в тонкий кишечник личинка прикрепляется к его стенке и через 120 дней становится особью, способной к размножению. Название болезни Макроконторинхоз имеет следующее проявление Животное сильно теряет весы, развивается анемия, понос с кровью. Угнетенное состояние Боль в области живота Нужно знать, из-за скребни появляется закупорка тонкого кишечника, также могут возникать язвенные образования. Как следствие возникает перитонит, образуются абсцессы, что нередко приводит к падежу животных. Лечение глистных заболеваний медикаментозными средствами Скребни перед тем, как начинать лечить поросят от глистов, необходимо вызвать ветеринарного врача. Он с точностью сможет сказать, какой именно вид паразитов стал причиной недомогания животных. Самостоятельно давать препараты нельзя, неправильная дозировка приводит к тому, что у молодняка нарушается микрофлора желудка. При выявлении паразитов больные свиньи отсаживаются в отдельное помещение, это касается взрослых животных. Если обнаружены в одном помете инфицированные поросята, глистогонить нужно будет всех. Для лечения можно воспользоваться общими препаратами – кремнефтористом, натрием, гиграветином, нилфермом, ивермеком, альбеном, фепталом, цисталом, бравадзолом, аксилуром, панакуром, дерафеном, альбентапсом, протозолом, нильвермом. Средства вводятся подкожным методом – через окол. Все вышеперечисленные средства успешно борются с нематодами, цистодами, трематодами, ленточными червями и их личинками. Перед тем, как дать это или иное лекарство, необходимо внимательно прочитать инструкцию и четко соблюдать дозировку. У каждого из перечисленных препаратов имеются побочные эффекты в виде сонливости или апатии, но они кратковременные. Обработку против паразитов проводят дважды. Лекарства от глистов для свиньи и поросятам дают в измельченном виде, смешивая с небольшим количеством корма. Необходимо убедиться, что животное все съело. Для группового лечения используют порошок, также смешанный с некоторым количеством еды. Наибольший эффект у лекарственных средств, применяющихся в виде инъекций. Их использование гарантирует, что заболевшее животное получит нужную ему дозу препарата. Важно знать, далеко не все медикаменты можно использовать при лечении поросят, не достигших возраста в 60 суток, а также супоросных свиноматок. Применение альбина. Данное средство обладает широким спектром действий, имеет форму таблеток, которые удобно добавлять в корма. Если говорить о том, как давать альбин поросятам, то это делается исходя из их массы, а именно одна таблетка на 35 кг живого веса. Входящие в состав активное вещество оказывает парализующие действия на паразитов, вследствие чего они гибнут и выводятся из организма. Животных вместе с калом или мочой. Применение альбина важно. Если назначен альбин свиньям, как давать лекарства желательно обсудить с ветеринаром. Инструкция к альбину для свиньи гласит следующее. Есть случаи, когда препарат давать животным не рекомендуется. Период случки 1. Половина супоросности при выявлении индивидуальной непереносимости тех или иных компонентов лекарства истощения животного. Наличие любого другого заболевания. Народные средства для борьбы с глистами. Не все фермеры доверяют медикаментозным препаратам. Свиноводство – весьма древние отрасли животноводства, а потому можно рассмотреть ряд методов, которыми пользовались раньше. Вывести кишечных нематод и лямблей можно с помощью чистотела, из него делают спиртовую настойку. Отвар в количестве двух капель разбавляется водой, две ложки столовые и дается индивидуально каждому животному через рот трижды в день. Как профилактическое средство используется чеснок. Он добавляется в корм в расчете 1 грамм на килограмм массы домашней свинки. Пижма, лук, редька, морковка, свекла, семечки, тыквы, свежий хрен – все эти продукты очень плохо переносятся паразитами. А вот поросята запросто могут всем этим полакомиться. Использование полыни является проверенным способом для лечения инвазий, только здесь нужно быть крайне аккуратным. Уникальные составляющие данного растения могут очень сильно навредить животным, если будет выбрана неправильная дозировка. Осталось ответить на вопрос, в каком возрасте глистогонят поросят. Первый раз это делают, как только животным исполнится 45 дней, повторно через полтора месяца, а затем каждый квартал. Стоит внимательно наблюдать за поголовьем, чтобы вовремя выявить отклонение в поведении и оказать животным помощь.